Время, начнем. У меня традиционно две просьбы. Это отключить мобильники, они очень мешают. Мы начнем. Сразу предупреждаю, тяжелый будет вечер для вас, потому что будет очень много цифр. Отчасти это связано с тем, что отклика, который мы получаем после таких встреч в интернете, говорят о том, что вот он ничего не доказал. Вот это все слова, а где доказательства? А нам ведь с вами что нужно? Для чего мы вообще все это делаем? Собираемся, говорим, готовимся, доказываем. Если кто помнит, есть такая скульптура, она конца девятнадцатого века, это Каслинское литье Россия. Вот она стоит в Кремле, но это уже копия, оригинал, стоит в Екатеринбурге в музее. Это в виде такой воительницы с обнаженным мечом, щитом, прикрывающая символы державы российской. Но, к сожалению, сегодня Россия ни капельки не похожа на ту Россию Каслинского лития, а больше она напоминает Марию Искусницу из известной сказки, которая стоит и говорит, что воля, что неволя, все равно. Помните, что ее пробудило? Крик сына. Отчаянный крик сына, от которого она вот от этой мороки избавилась и воспрятала. Вот наша с вами задача вот эту морокку сегодня снять с русского народа. Тот идиотизм, который сегодня торжествует на экранах телевидения российского, в прессе, он же пропитал русский народ. Свидетельства чего-таки всякий раз задаваем вопросы. Ну, а если не Путин, то кто? Как бы еще хуже не было. Вот наша с вами задача таких встреч, и здесь я рассчитываю еще на интернет, чтобы мы, когда называем эти факты, эти цифры, и доказывая, что Россия сегодня стоит на породе просто исчезновения как государство, а русский народ на породе исчезновения как нация. Я начну с самого насущного доказательства и самого страшного, что сегодня происходит в России, это положение здравоохранения. Почему страшно? Потому что на прошлой неделе стало известно, что правительство, рассмотрев программу Минздрава на 1917-2025 год на 8 лет, урезало расходы здравоохранения, я сейчас не оговорюсь, вот эту цифру попробуйте понять, в 52 раза. 8 приоритетных программ развития медицины, в 52 раза, чтобы вам было понятно, мы долго искали, с чем это сравнить, и нашли это сравнение. Слом больше козы в 50 раз. Вот вы представляете, потребности здравоохранения, это как слон. Правительство и слона слепило не козу, козла. В 52 раза официальная цифра. И вот дальше я и воспользуюсь воспользуюсь доской, которую мы специально приготовили для того, чтобы понять, что происходит наглядно. Вот мы пишем, что на здравоохранение в 17 году будет выделено вот здесь я пишу 300 62 миллиарда миллиарда Вот искомая цифра 362 миллиарда. Сразу скажу, что в этом году при всей нищете нашего здравоохранения, которое вы хорошо знаете, было выделено 544 миллиарда. Вот при нынешней нищете здравоохранения было 544, на следующий год правительство нашло возможность выделить всего 362 миллиарда рублей. Охрана здоровья матери и ребенка сокращена до 2,1 миллиарда. Нет денег. Это будет все время повторяться, это говорит правительство. Нет денег. Финансирование стационаров урежут на 39%. С 243 до 148. Ответ 1. Нет денег. Дальше я это повторять не буду, имейте ввиду, что на все запросы здравоохранения ответ 1. Нет денег. Расход на амбулаторную помощь сократят с 13 миллиардов до 68 миллиардов нет денег. На санитарное и пневмологическое благополучие сократят на 16% нет денег. Расходы на исследование на 21% нет денег. За последние полтора десятка лет в России не было изобретено ни одного оригинального лекарственного препарата нового поколения. Современные иглы однократного применения для одноразовых шприцов по полному циклу в России не производит ни одно предприятие. Даже медицинский халат отечественного производства стоит 143 рубля, а немецкие 40 рубля. Самое интересное другое, что не все дело в деньгах. Очень интересный доклад, попробуйте найти его более подробный, о положении дел в системе здравоохранения России, Институт современной России. Так вот, они доказывают, что дело не только в деньгах, а дело в разумном управлении здравоохранением. Например, чтобы поменять розетки в поликлинике, объявляется тендер. Не завхоз директором решает, давай поменяем, нет, объявляется тендер. Пишутся бумаги, устанавливаются сроки, это же маразм. Но, я уже давно говорил, исходя из своего опыта работы в правительстве, я там дураков не встречал. Я алкашей я там не встречал. чтобы можно было списать он дурак, ничего с ним возьмешь, или он алкаш, нет. Есть алкаши, есть дураки, но система правительственного аппарата работает без укоризма. и дурацкое постановление только потому, что он написал дурак никогда не выйдет. И какой бы документ в пьяном угаре не был принят, то, что списывали на Ельце, но это по пьянке, он никогда не выйдет, потому что слишком много фильтров стоит на пути. каждый документ, какой бы он нам не показался дурацким, выходит продуманный, без ошибок. Значит, что? Значит, идет целенаправленная политика на уничтожение. Вот мы сейчас пытаемся в моем судебном процессе доказывать, что мои книги, которые запрещены, и моя книга, за которую меня судят, это книга о геноциде русского народа. Они мне ставят вину, что там против власти и против евреев. Это старый трюк. Когда меня судили в Новосибирске, те же самые были позиции. Я критиковал губернатора Толконского, мне говорили, что это разжигание розни против социальной группы евреев. Здесь история в Москве сейчас повторяется. Но то, что мы сейчас с вами начали говорить, а это только начало, я вас предупреждал, наберитесь терпения. то, что мы начали сейчас говорить, это в чистом виде геноцид народов России. Подчеркиваю, народов. Это не только геноцид русского народа, я как русский в первую очередь защищаю интересы русского народа. И я, кстати, в отличие от сегодняшней истерии по поводу эмблемы внешней разведки Украины. Скандал поднялся из-за надписи на этой эмблеме. Вот там сова, любимая птица разведки. Не сова. Да, у них сова. У нас мышь. Начинаем. Летучая мышь. Значит, но надпись их возмутило. Украина превыше всего. Какой войс стоит. Это же Deutschland Deutschland über alles. Скажите, а разве для нормального человека Родина не превыше всего? Вот нормальный человек на своей родной земле. Что, для нас Китай превыше всего? Вот что из нас хотят слепить? Что за истерика поднялась? Для украинцев Украина превыше всего, тем более, когда против государства идет агрессия. Точно так же и я считаю, что для меня Россия превыше всего. Я об этом говорю, могу только повторять. Нам не хватает национального эгоизма. Мы там обязательно еще проговорим про Якутию сегодня. Но ведь мы же дожили до того, что когда мы выступаем и проповедуем идеологию национализма, русские люди говорят, что это как получается? Это какой национализм? Это что мы первого сорта, а вот другого второго сорта? Да нет. Мы для себя люди первого сорта. Точно так же как любой другой народ считает себя. У меня был опыт подобного выступления в Татарстане, когда возглавлял комитет по печати и выступил Шаймиев первый, потом выступил я, потом выступил министр печати на Тарстане, вдруг приходит записка. И я ее разворачиваю и показываю Шаймиеву. И там написано почему вас называют националистом. Ну и Шаймиев посмотрел и говорит ну у нас можете не отвечать. И говорит ну и куда нет отвечу. Тут поступила записка. Борис Сергеевич любезно решил на нее ответить. Ну я зачитываю записку в Зальшок. Это сплошь татарская интеллигенция. Я говорю ну меня называют русским националистом, потому что я действительно русский националист. Потому что я считаю, что моя нация лучше всех в мире. А почему разве это не так? И начинают доказывать примерами нашей истории великих людей и так далее. Ну в общем я их довел до каменного состояния. Они даже стали потрескивать. Татары. Потом говорю хорошо а вот скажите любой сидящий в зале вы разве не считаете свой народ в лучшем мире? Это справедливо. И дальше пошел по татарскому народу. подвиги героев культур. Ну я же перед поездкой готовился. Это нормально. Это нормально. Там были такие аплодисменты я уже говорил было страшно что люстра рухнет. Она хрустальная вам весь потолок. Я до аплодисментов эти хрусталики такое ощущение было что люстра раскачивается. Таких аплодисментов как мне сказал Шайбин я здесь не слышал. Потом он еще за меня ратовал перед Ельцином и один из тех президентов который после отставки позвонил и поддержал. Вот нормальные отношения между нацией. Нам же пытаются внушить что? что лозунг Россия русский помоги русскому экстремист его ставят сегодня уже вину реально в суде ставят вину эксперты пишут в экспертизе это что значит другому не надо помогать? нам размывает национальное сознание и вот уже реально мы столкнулись с тем что идет неприкрытый геноцид народа я возвращаюсь к здравоохранению смотрите что происходит вот так называемое обязательное медицинское страхование ОМС где нам говорят что это государство вкладывает деньги вот эта ложь она абсолютно дичайшая это же деньги которые мы платим на сегодня медицина прекратила существовать как бесплатно все до винта все до шприца оплачиваем мы сами потому что ОМС это отчисление ребят а вот же так вот тарифы которые заложены в ОМС они в 3 10 раз ниже реальной цены то есть за все манипуляции операции которые проводятся в больнице ОМС платит меньше чем положено платить отсюда каждая больница старается больше больных принять ну и каждые врачи естественно берут на себя дополнительно пол ставки а то еще одну ставку чем это грозит вы знаете что такое дежурство врача этого не знает ни одна отрасль потому что в каждой отрасли заложены отгулы заложенные ночные сны часы сна кроме врачей что такое дежурство врача суточное дежурство в 8 утра он приходит на работу в 8 утра у него заканчивается дежурство сутки и с 8 утра он приступает к обычному рабочему дню и возвращается в 4 в 4-6 часов заканчивает рабочий день итого у него рабочий день продлился с 8 утра до 18-16 часов следующего дня нигде так не работает и таких дежурств у врачей сегодня 10-12 в месяц а вот теперь представляете вы попадаете к такому врачу они же еще оперируют и вот этот врач который отработал уже вторые сутки он вас оперирует уставший измотанный и может быть и такое чаще всего случается не прикорнувший ни на минуту а мы потом удивляемся а мы потом удивляемся почему наши врачи так мало квалифицированы а когда им помните Рошаль бился и он говорит что за год на 100% обновляется медицинская информация которая кстати перестала переводиться с иностранных языков в советское время вся передовая медицинская наука переводилась сейчас она не переводится я никогда не поверю что это случайно что это ошибки что это кто-то не знает но об этом еще поговорим кто что знает или кто что не знает но я продолжу грузить вас этими цифрами потому что иначе я не говорю про вас мы не проймем тех кто будет эти ролики смотреть согласно независимым экспертам более менее медицинская помощь обеспечены всего два региона в стране это Москва и Санкт-Петербург они имеют статус георгий все что происходит в 83 регионах страны вы помните когда глава счетной палаты бывшая министр здравоохранения Татьяна Голикова официально в отчете Государственной Думе назвала эти цифры что из 130 тысяч сельских населенных пунктов страны только в 45 тысячах можно получить медицинскую помощь мы сейчас будем говорить про эти фапы фельдшерско-акушерские пункты которые еще кое-где остались именно кое-где что происходит в глубинке вот я буду ссылаться на Пермский край там есть такой поселок Усть-Черная до райцентра Гайны 105 километров весной и осенью можно проехать только на тракторе а в поселке живут 1200 человек год назад закрыли участковую больницу хотя кроме этого поселка она обслуживала еще 4 села в рамках 60 километров всего 4000 человек здесь были стационар поликлиника терапевтическое отделение лаборатория стомологический кабинет физкабинет рентген кабинет все закрыли ответ больница не рентабельна я не экономист вот может быть экономисты сидящие взяли в зале объясняют что такое рентабельная больница это чем они ее измеряют эту рентабельность вот как можно рентабельность приравнять в больнице ну а дальше все страшнее в самом райцентре сократили гинекологию родильное отделение и неврологию людей с инфарктом инсультом больных детей а также рожениц везут за 163 километра а для многих поселков этого региона за 268 километров санитарок нет санитарных машин есть буханки так называем больных тяжело больных возят на переднем сиденье и вот масса конкретных примеров когда недовозят или привозят и он там играет с инфарктом с инсультом везти по колдобинам за 300 километров на все это это будет рефрен денег у государства нет такие же дикие примеры можно приводить в Курганской области в Оренбургской Белгородской Липецкой Кировской областях Забайкальском крае вот почему-то каждый раз когда мы начинаем заниматься этой социологией этой статистикой у нас почему-то всякий раз выпадает центральный район с коренным русским населением да в чем угодно пусть меня обвиняют это факт хотя наши суды вы бы видели реакцию судьи когда я задавал вопросы свидетелю Дашевского единственный свидетель он же и доносчик по доносу которого возбудили дело такой профессиональный доносчик кого только уже не судили по его доносу и когда я приводил конкретные примеры в своей книге и говорил вот конкретный случай на такой-то странице я описываю когда по команде Чубайса помните отключали госпитали больницы центры разведки за неуплату и люди умирали умер полковник авиатор когда во время операции отключили свет резерва не было умер мальчишка в реанимации там жуткая статистика смертей на совести вот этих отключений и говорю скажите это не убийцы а мне ставят вину фразу где я пишу что у нас это не воры не мошенники это убийцы это не убийство это что успешный бизнес ну из 56 вопросов которые я задал свидетелю судья сняла 53 а он только криво ухмылял со временем говорил вот это призывает к ликвидации нашего конституционного строя акцент на слове нашего и вот что показывает статистика рост внутрибольничной смертности по стране за последний год увеличился на 3,5% смертность на селе на 14% выше чем в городе в некоторых сельских больницах внутрибольничная летальность за год выросла в 2 раза смертность и вот что еще страшно умирать в больнице стали чаще а вот госпитализируют людей реже если в 14-м году мне отдано 15-го года 14-го количество госпитализаций на селе снизилось на 32 285 госпитализаций то уже в 15-м году на 311 730 часы вы знаете что врачи говорят вот в этих конкретных письмах конкретных людей у тебя неизлечимые болезни и не ходи больше не отвлекай от других больных так заявляют людям в лицо в наших больницах люди пишут о том что записаться на прием к врачу нужно прийти в 5 утра на холоде под дождем стоять часа 3 а вот детей нужно записывать за 4-5 часа стоять это до того как откроется еще поликлиника мы дожили до того что люди стали умирать от пневмонии заболеваний органов пищеварения инфекционных заболеваний то что уже казалось навсегда забыто от чего удивляться потому что заниматься ранней диагностикой и профилактикой вот обратите внимание сейчас мы к этому вернемся к профилактике некому в 2014 году были закрыты 642 фешерско-окружевских пунктов в 2015 году закрыли еще 246 объемы амбулаторной помощи в деревнях и селах сократились на 39 миллионов посещений вот эти цифры трудно наверное просто улавливать в полном объеме имя им одно геноцид но дело в том что даже в работающих факов у 40 процентов согласно последнему обследованию нет нет оборудования у 20 процентов нет даже лекарственных препаратов у 35 процентов пунктов отсутствуют выездные врачебные бригады нет анализаторов уровня сахара в крови анализаторов холестерина в крови электрокардиографов ингалятор стерилизатор вот в этом положении находится вся Россия вы обратите внимание что бы ни случилось впервые погорели люди их срочно это преподносится как достижение их срочно бортом МЧС везут куда в Москву из областных центров везут в Москву но идиотизм то еще в чем они ведь красиво отчитались за то что у нас появились томографы мы закупили вы оказывали высокотехнологичную помощь во первых большинство томографов оказались в ящиках нет специалистов их даже оборудовать смонтировать а тем более обслуживать и есть интересная штука квоты на оказание высокотехнологической медицинской помощи для областей не предусмотрены они предусмотрены только для центров в Москве и люди опять вынуждены рваться в Москву хотя где-то там отчитались построены закупили эти томографы ну сколько нам ильно томографов я думаю повторять не буду потому что мы как-то об этом говорили именно Гольникова будучи министром здравоохранения и наживалась на этом как показало контрольное управление администрации президента там же миллиарды намыт на этой закупке томографа а если говорить о итогах то сегодня у нас сокращены за последние два года 90 тысяч медицинских работников 140 тысяч коек и общая нехватка врачей сегодня составляет 85 55 тысяч человек врачей и 88 тысяч среднего медицинского персонала как сказала министр здравоохранения ежегодно из отрасли уходит 50 тысяч метров нехватка невыносимые условия работы низкая заработная плата вот у меня под рукой открыто письмо врача хирурга оно очень типичное когда он пишет о том что я я назову конкретно эту больницу это бывший хирург Таттинской больницы это Якутия он говорит я не могу больше работать потому что я не врач я не хирург я Писарчук все время придет надо писать я бухгалтер все время надо считать я не могу понять когда мне говорят мы в прошлом месяце не добрали какую-то сумму надо добирать в этом месяце а я говорю хочу лечить людей а лечить мне не дают и вот этот один из тех 50 тысяч которые уходят ежегодно ну я думаю что у меня даже есть вас чем сейчас немножко разгрузить чем повеселить нет я не отхожу от темы это будет все тоже самая тема здравоохранения но очень веселая встреча министра здравоохранения спортсона с президентом российской комиссии вот после того что вы услышали а я еще остановился я не стал вам еще рассказывать про фармацевтику вот про тот ужас что из аптек исчезает дешевое лекарство потому потому что фармацевты попали в ножницы когда производить лекарства они уже не могут с прибылью изменились ценники у нас ведь больше 90% лекарств производятся из зарубежного сырья из импорта когда произошел произошла игра курса они оказались в таком положении те кто выпускает дорогие дешевые лекарства они за счет дорогих еще выживают а те кто выпускал до 90% дешевых лекарств они на грани банкротства и если государство не вложит деньги в них то с рынка все лекарства до 170 рублей уйдут будут вымыты производство просто остановятся на это правительство заявило денег нет ну а теперь встреча двух руководителей высшего звена отрасли министра здравоохранения и президента страны Владимира Владимировича Путина я читаю за стенограмму это не шутка для развлечения вас для того чтобы вы передохнули подводя итоги работы за прошлый год Скворцова одним из важных показателей назвала снижение младенческой материнской смертности младенческая смертность снизилась на 12% даже больше в половине регионов цитирую 44 из 85 показали младенческой смертности ниже средней по России сказал министр Скворцова рассказала что продолжительность жизни вот я только что называл цифры министра здравоохранения на голубом глазу президенту доклад продолжительность продолжительность увеличилась до 71 и 2 десятых года в большей степени отказаются мужчины и разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась пить стали меньше смеясь спросил Путин вот я вам сейчас дальше еще зачитаю у меня только один вопрос мы имеем дело с дураком или с идиотом у меня другого не возникает вопроса это идиотизм или сволотизм вот в этой ситуации вот в этой ситуации смеясь вы знаете 9 из 10 наших слушателей скажут ну ему не все накладывают он не все знает слушайте я был руководителем руководитель не может не знать если хочет знать любого руководителя подчиненный может обмануть один раз и один подчиненный у второго желания обманывать после первого уже не будет это когда руководитель хочет знать отчасти да отвечает министр здравоохранения смертность трудоспособного населения существенно снизилась на 4-5 десятых процента это больше 21 тысячи 200 человек прежде всего это мужчины в возрасте от 35 до 60 лет среди способствующей этому фактору Скворцова назвала изменение образа жизни уменьшение курения бытового пьянства безопасность на дорогах ну и я просил вас обратить внимание ну и профилактика конечно сказала она я бы назвал цифры подлинные цифры какая профилактика где профилактика для кого профилактика самое интересное что впереди это не самое смешное Скворцова рассказала продолжающиеся тенденции старения населения 24% нашего населения это уже лица старших 60 лет вклад смертность старших возрастных групп составляет 74,5% мне понравился очень вклад это какой надо быть хотел добавить стервой но попадает наверное под статью на основе но это какой надо быть вот это помните вы вклад смертность и на все вопросы можно отвечать а это среди вымирает ну что поделаешь возраст говоря об оказании высокотехнологической медицинской помощи Скворцова отметил что сейчас ее получают 816 тысяч человек президент поинтересовался как обстоять дела с увеличением доступности медпомощи на селе я назвал эти цифры по словам главы министерства в настоящее время практически во всех регионах действует качественная фельдшерская пушерская пункта и дальше вот здесь самое смешное сейчас уже 144 миллиона человек приписаны конкретным медицинским работникам население россии у нас знаете последнее данное Росстат называют до одного человека 146 миллионов 544 710 одна идиотка или сволочь другому идиоту или сволочь говорит 144 миллиона приписаны конкретным врачам это для кого это не для президента это для нас с вами быдло все схавает у нас ведь какая психология у людей стала как страна то живет а вот у нас только из-за этого губернатора гада в области плохо но вся страна то дышит а в области говорят смотри как область то у нас поднимается это опять же из телевизора местного а вот этот гад глава администрации района вот мы из-за него живем хуже всех а в районе говорят как район у нас хорошо живет а вот в поселке в нашем вот из-за этого мерзавца местного вот мы плохо живем мы с этим реально столкнулись во время выборной огромной кампании в Новосибирской области люди телевизору верят больше чем своим глазам и своим ушам телевизор делает самую страшную работу он отучает людей думать самое интересное и смешное что мне довелось год назад по-моему я выступать в финансовом колледже так получилось чтобы обязаны были все местные власти провести уроки толерантности и борьбы с экстремизмом ну вот они лучше не нашли лектора пригласили меня это громадный финансовый колледж очень богат ну пришли ребятишки поток весь конференц зал заполненный битком выступает один второй там выступает а они им все дофиг они эти смартфоны планшеты гоняют перезваниваются шутят смеются такое идет весело ну понятно нужно было как-то их заставить слушать ну после первой фразы о том что вам ребята повезло потому что лучшего специалиста в этой области чем я трудно найти потому что я сидел под весе восемь второй статей тишина была потом когда чиновники спохватились началась стульта с попыткой включить микрофон прибежали извинились что они ошиблись с расписанием приказали встать всем выходить и меня потрясла одна девочка которая сказала они не хотят чтобы мы думали и уходили они из зала ну идут куда-нибудь слушать ну вот так подняли два пальца и показывают я так ликовал что мы жалуемся на ребятишек они у нас вот такие и их ни телевизор ни вот эта вседозволенность которую хотели захватить молодежь не берет а вот взрослых берет когда министр здравоохранения говорит президенту что у нас 144 миллиона закреплены за врачами и остается на своем месте так что гадать кто из них хуже как говорят по-русски чума на оба ваших долги но возвращаемся к ключевой фразе которую я здесь выписывал возвращаемся к доске чтобы посчитать денежки сразу хочу сказать наши с вами деньги мы не чужие считаем мы считаем свои мы правда сейчас столкнулись с уникальным явлением когда у нас президент в жизни не заработал ни рубля он не знает что такое производительный труд ну вы скажете но не мне вроде бы журналисту газетчику об этом говорить ничего подобного я был такой же товаропроизводитель как и все почему потому что мою статью печатали на чистой бумаге на бумаге и покупали ее потому что там был товар так был товар так что пишущие люди тоже производители товара потому что чистую газетку никто бы не покупал ее покупали потому что там написано а тираж у нашей газеты был ни много ни мало 12 миллионов ну вот посчитайте по 5 копеечек в советское время 12 миллионов ежедневная газета так что я знаю зарабатывать деньги я создавал продукты а вот президент наш с молодых лет с курсанта лейтенанта они же не зарабатывали никогда деньги они привыкли тратить народные деньги и как тратить вот мы с вами пишем на все про все нам выделено 362 миллиарда рублей на нашу жизнь на наших детей ключевое понятие нет денег вот давайте считать я называю только путинское время мы простили списали кубик 31,7 миллиарда долларов 21,5 миллиард мы списали иран более 20 миллиардов мы списали африканским справа 11 миллиардов 100 миллионов списали в Анголию 11 миллиард списали Афганистан 10 миллиардов миллиардов списали северный калибр 9,8 миллиардов списали синий в свое время 9,53 миллиарда долларов миллиардов долларов мы списали Вьетнам около 6 миллиардов мы списали Эфиопии это все при Путине 4 миллиарда 700 миллионов долларов мы списали Алжи полумиллиарда списали Киргизии около миллиарда списали недавно Узбекистан всего за путинский режим мы списали более 140 миллиардов долларов скажите вот как можно вот при этом расточении говорить нет денег на вашу жизнь в миллиарда в 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 Продолжение следует...